Это правда или не правда? Ну я, в принципе, к отставке готов в любой момент. Потому что вы знаете, у нас мы работаем по назначению президента. Президент решит так, но пока разговоров никаких нет. Еще сказали, что... Скажут, значит, скажем, пойдем в отставку. Скажут так, почему так... С чего вы связываете газетные слухи и так далее? Кому выгодно распространить такое мнение? Ну, здесь много вариантов. Ведь у нас есть постоянное желание на кого-то переложить ответственность. Кто-то на себя не хочет проказать, кто-то хочет. Кому-то все равно. Потом я думаю, что все-таки это борьба за власть, борьба за постгубернатор. Она постоянно есть, она присутствует. И накануне выборов, накануне выборов это очень интересная всегда позиция. Проверить, посмотреть. Ну и потом будем говорить откровенно. Сегодня Самарская область это комок интересов многих государственно-монополистических структур. Начнем с того, что Газпром имеет свои интересы Сибу. Роснефть имеет свои интересы. Виксельберг имеет свои интересы. Дерибаска имеет свои интересы. Рособоронэкспорт и Рособоронпром имеют свои интересы. Поэтому здесь серьезное пересечение всяких интересов. И лампирование своих структур и так далее. Поэтому я никакой трагедии с газетных заявлений и публикаций не делаю. Президент пригласит, президент скажет. Будем принимать решения. Какой населый термин, вы считаете, с вами? Ну, мы обсуждали перспективы дальнейшего развития экономики области. Вы знаете, у нас трудности есть. И проблемы голодотанкера, и проблемы авиационно-космического комплекса. Но не будем говорить одиннадцатого, наверное, сами услышите. По двигателестроению интересные решения. Хотя вы знаете, что НК-93 уже будет принимать участие в полетах на максимум 2007-2007. Ну и, конечно, мы касались вопросов политики и выборов. Мы касались этих вопросов и обсуждали эти проблемы. Евгений Алексеевич, а Санкт-Петербург вам предлагал? А почему он мне и должен предлагать? Я вас и спрашиваю.